Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы «Акцент». Я ее ведущий Юрия Лаев. И сегодня мы беседуем с очень неординарным, с моей точки зрения, человеком. Это доцент кафедры экономической методологии и истории Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Лисанна Эльдаровна Арсеньева. Но дело даже не в том, что она доцент и занимается таким интересным направлением, а дело в том, что она шейпер. Я, честно сказать, дорогие телезрители, когда первый раз прочитал информацию, прочитал это как шерп и решил, что Лисанна Эльдаровна будет заниматься на Всемирном экономическом форуме в Давосе подготовкой нашей делегации к прохождению или к достижению вершин. Но выяснилось, что речь идет о шейпинге, о продвижении. О шейпинге, да. Нет, 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 конечно, никакого фитнеса. Давайте мы все-таки определимся с терминами. Вы конкретизируете сейчас для нас всех и для меня, как дилетантов в том числе, что подразумевается в данный случай под шейпером, да. И как вы дошли до жизни такой, что стали этим самым шейпером на ВЭФ. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за приглашение в эту замечательную студию. Для меня огромная честь встретиться с вами лично. Очень много наслышано. Мы это вырежем. Нет, пожалуйста, оставьте, потому что это действительно большое для меня и достижение на сегодняшний день. Конечно же, все мысли у меня заняты как раз-таки поездкой в Давос. Но до этой поездки хотелось бы сказать, что Всемирным экономическим форумом в 2011 году по инициативе Всемирного экономического форума было основано движение. Так называемое сообщество глобальных шейперов. Это молодые люди от 20 до 30 лет, которые занимаются активно какой-либо деятельностью и являются, будем так говорить, активистами в своих городах, странах, регионах. И которые готовы помимо своей деятельности заниматься еще социальной деятельностью, которая направлена, как вы понимаете, на решение всевозможных социальных проблем в тех странах и регионах, где проживают эти ребята. Сообщество глобальных шейперов на сегодняшний день около 400 по всему миру в разных уголках нашего земного шара. В эти сообщества входят, как я уже говорила, молодые люди от 20 до 30 лет. И в количестве до 50 человек в каждом сообществе есть. Где-то их и 17, как, например, в Казанском сообществе представительство Global Shapers Community. И, собственно, у каждого сообщества есть свой социальный проект, который они реализуют и которым горят, болеют. И сегодня этих проектов становится больше. И, собственно, Казанское представительство сообщества глобальных шейперов на сегодняшний день занимается несколькими проектами, один из которых, один из важнейших, который называется «ИНИД». Это помощь инвалидам и, в основном, людям с инвалидностью, как правильнее говорить, людям с инвалидностью. В основном это колясочники, которые имеют возможность работать, но не всегда такая возможность предоставляется. И вот совместно с IT-парком, совместно с региональной организацией «Интеграция» на сегодняшний день организуем мы образовательные курсы на базе IT-парка по PHP-программированию. Ребята обучаются и по итогам они получают сертификат. То, что вы рассказываете, очень интересно. Достаточно много социально ориентированных НКО в России, и их число продолжает увеличиваться. Но, с моей точки зрения, это все-таки достаточно далеко от проблематики, от тематики Всемирного экономического форума. Во всяком случае, ежегодных конференций, на которых, по традиции, собираются, скажем так, наиболее влиятельные в мире политики и экономики люди. И пытаются, выражаясь банально, сверить часы, определить, где мы находимся, мировое сообщество. Каковы тренды развития, предугадать, что будет, выработать какие-то рекомендации. Это все очень тщательно отслеживается. Это немножко другая ступень, что ли. Я бы хотел вас вернуть к этому. При всем моем уважении к колясочникам и понимании, что им нелегко живется. Безусловно. Это одно из направлений, которым занимается сообщество глобальных шейперов. Дело в том, что Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, вот, собственно, видимо, к 2011 году он пришел к такому мнению, что очень важно услышать голос молодежи. И что очень важно транслировать основные идеи Всемирного экономического форума не только на, скажем, высокопоставленном уровне, но и на уровне молодежной политики в том числе. И, собственно, в сообществах собраны, даже в правилах прописано, что в сообщества должны входить люди из разных сфер деятельности. И, собственно, в каждом сообществе есть как представители культуры, образования, IT, масс-медиа. Хорошо. Я понял вас, извините, если перебил на полусловие. Выходит, если немножко упростить ситуацию, выходит, что будет официальная делегация Российской Федерации на этом форуме в Давосе или в Давосе. И будет группа шейперов из разных стран, которые не входят ни в одну официальную делегацию. Это обособленное такое сообщество, такое юнити или комьюнити. Причем Россию будете представлять вы одна в этот раз. Все остальные будут в этом шейперском сообществе, там, в горах свейцарских, не россияне. Да? Да. И, если я правильно понимаю то, что вы сказали, задача организатора форума заключается в том, чтобы донести до вас, до шейперов, некие соображения, некие постулаты или некие дискуссионные моменты, которые вы потом могли бы ретранслировать. Да, но это, конечно же, двухсторонние, скажем. И вы... Вы-то что-то там скажете? Я планирую выступать на секциях. К сожалению, пока не могу сказать, какие это будут секции, потому что сейчас все это держится. Нет, секции есть, но это пока, скажем, под строжайшим секретом. Собственно, как и список шейперов, прошедших на Всемирной... Ну, вот там и вас-то разоблачили, получается. Ну, собственно, по глобально, еще официально этот список не выкладывали, только для сообществ глобальных шейперов. Вот. По поводу участия в этом форуме, да, это колоссальная возможность и выступить, и я до сих пор нахожусь под впечатлением, потому что действительно возможностей очень-очень много. И было бы желание, была бы возможность... Было бы желание, собственно, возможности есть, да. То есть, несмотря на всю засекреченность программы, состава участников, вот не раскрывая этих секретов, вы можете сказать сейчас, можете сказать, что вопрос с тем, что вы выступите, там, это вопрос решенный? Я не могу сказать, что этот вопрос решенный, понятный. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы. Те идеи и те мысли, которые есть на сегодняшний день, они, в принципе, услышаны. И мы через день, я могу сказать четко, мы через день общаемся с Женевой. У нас постоянные звонки, как совместные с шейперами, скайп-колы, и так и лично, непосредственно я общаюсь с руководителем евразийского региона, сообщества глобальных шейперов, и с ней мы как раз-таки обсуждаем эти вопросы. Вот нас смотрит, я надеюсь, достаточно большое количество амбициозных молодых людей. И давайте мы просто для них скажем, вот, ноу-хау свой, давайте раскроем, если это является ноу-хау, или это просто технологию, упростим, да, это не ноу-хау, конечно. Вот что нужно было сделать для того, чтобы вас заметили, вы что, вы составили какую-то презентацию, вы подготовили какой-то реферат, вы отправили его куда-то, вот технику, буквально в двух словах. И потом получили какой-то ответ. И вам кто-то там сказал оттуда, с этих горних высих, в прямом и переносном смысле слова, Лисан, вы нам подходите. Welcome. Есть четкая процедура отбора, но, к сожалению, не могу сказать о четких критериях отбора, потому что мы до сих пор не знаем, каким критериям нас ответили. А вы расскажите, что вы-то сделали, да, как? Для начала хотелось бы сказать, что есть отдельная платформа Всемирного экономического форума под названием Топлинк, куда есть доступ у шейперов и у участников форума в течение года. Хотелось бы отметить, что доступ у шейперов есть к этой платформе до окончания. Очень глубоко. Да, да, очень глубоко. А вот у участников форума, у них есть доступ к этой платформе в течение года. И, собственно, на этой платформе размещается информация у нас. У каждого шейпера есть своя страничка, где описано био шейпера, основные достижения. Это уже состоявшегося шейпера. Что нужно для того, чтобы стать шейпером? Для того, чтобы стать шейпером, необходимо подать заявку в сообщество, которое было как раз организовано выпускницей Казанского федерального университета Дельбар Садыковой здесь, у нас в городе Казань. Это еще у нас все и началось. То есть одно из сообществ, собственно, было организовано у нас. Дельбар сейчас является руководителем Академии молодежной дипломатии Республики Татарстан. И, собственно, транслировала эти идеи. Хорошо. И вот я подала заявку. Можно сказать, одну явку вы раскрыли. То есть вы вот вступили в контакт с Дельбаром? Я, во-первых, со всеми участниками и членами сообщества практически, ну, почти со всеми была знакома задолго. И, собственно, Дельбар услышала о том, что я преподаю дисциплину в КФУ под названием «Конкурентоспособность национальной экономике». Вот. Вот. Уже теплее. Да. И в тот момент я вела семинарские занятия за уважаемым нашим профессором Софиулиным Ленаром Наильевичем. И очень загорелась и этими рейтингами, и рейтингами глобальной конкурентоспособности стран. И надеюсь, что удалось завлечь к этой теме и студентов. И, собственно, мы со студентами вместе готовили некие проекты, работали на семинарах активно, изучали данный глобальный рейтинг, методологию и многое-многое другое. И вот мы с Дельбар, однажды встретившись, я рассказала, что занимаюсь, и вот она рассказала про это сообщество. Понятно, что и для прохождения в это сообщество был некий конкурс. На вступление в сообщество глобальных шейперов я предъявила свою презентацию. Презентацию себя. Браво. Презентацию себя как преподавателя, как исследователя. Мы за 10 минут с вами дошли до слова презентации. Вы себя презентовали. Да. Окей. Они посмотрели, сказали, девушка очень симпатичная, в свои юные годы она уже доцент, она уже кандидат экономических на... Да, тогда я еще не была, когда я вступала в сообщество в Казани локально. Я еще не была доцентом, к сожалению, но... Ну, вас разглядели перспективой, да? Но кандидатом-то вы были? Была. Вот, видите, кандидат наук, животрепещущая тематика, конкурентоспособность различных моделей экономики, да, в глобальном разрезе, как принято говорить, в региональном и так далее. Мы сейчас, если у нас останется время, немножко об этом тоже поговорим, потому что мне любопытно, какие же все-таки системы более конкурентоспособны, у кого, к какой системе мы-то относимся здесь, в России, что за система такая. Но, тем не менее, надо все-таки покончить с презентацией. Итак, вы через локальное сообщество, через Казанское или Татарстанское сообщество шейперов, в результате, вышли вот на уровень уже глобального комьюнити этого, да, шейперского? Автоматически вступая в это сообщество, мы являемся членами этого глобального сообщества. Каким образом? Это начинает напоминать допрос, вы меня извините, конечно, но я, честное слово, хочу понять, вот просто, я человек очень простой, понимаете? Вот, и любое усложнение конструкции меня вгоняет просто в ступор, я начинаю находиться в смятении и теряю концы. Я прошу прощения. Давайте мы с вами просто, окей, была презентация, вас заметили, вы оказались в этом глобальном, сообществе шейперов, и, вот как говорят, да, а утром он проснулся знаменитым. Вот где тот вечер и где то утро, как это выглядело, когда вдруг вам откуда? Из Женевы, непосредственно из Давоса, из Москвы, из МИДа Российской Федерации, кто-то вам прислал смс на электронную почту, сообщение, позвонил, как это было, и вам сказали, все, Александра Эльдаровна, вы едете в Давос. На форум я подала заявку, таких, как я, было около тысячи человек со всего мира. Так, окей. Вот, отправила заявку с видеопрезентацией и с освещением тем, которые были заданы Всемирным экономическим форумом. Основной вопрос, что вы делаете для того, чтобы сделать этот мир лучше и сделать ваш регион лучше. Так. Вот, отправила эту заявку, и во время лекции мне на телефон, я просто краем глаза увидела это сообщение от, в нашей группе в Телеграме, от Дильбар, Ляйсан, с Давосом тебя. Вот. Вот как это было. Прекрасно. Вот. Ну, я, конечно, не поверила, и мне хотелось скорее-скорее проверить, правда это или нет, найти, посмотреть, где этот список. Напоминает, да, времена абитуриенству, подходишь и смотришь, ты в списке или нет, и вдруг, о, о, счастье, ты в списке. Да, я, ну, я не поверила, конечно, тут и слезы, и радость, и студенты прекрасно понимают, о чем идет речь, и студенты, конечно, тоже были очень рады. Аплодировали? Аплодировали, да. Отлично. Кто-то даже заплакал, потому что... Да вы что? Да, ну, потому что они знают о том, о моем отношении к Всемирному экономическому форуму, и мы о нем говорим очень много и часто, и стараемся в рамках некоторых дисциплин также обсуждать проблемы, которые обсуждаются на Всемирном экономическом форуме. Очень хорошо. У меня, Лиза Анна Ильдаровна, предложение плавно перейти к завершающей части нашей беседы и построить ее следующим образом. Насколько вот идеи и ключевые тренды Всемирного экономического форума ежегодного сопрягаются вот с вашими научными интересами, с предметом ваших исследований? Они непосредственно сопрягаются еще как. Еще как. Да, в особенности это вопросы глобальной конкурентоспособности, это вопросы, связанные с социальными проблемами и социальной политикой разных стран. Тут мы могли сказать, какие модели, собственно говоря, в глобальной экономике существуют сегодня, вот с вашей точки зрения, как ученого, что модель какая-то цифровой экономики, которая уже стала реальностью, скажем, в США и большинстве стран Западной Европы. И Китай. Постиндустриальная стадия, да, экономики, развития экономики, которая, наверное, уже, если не пройдена, то вот она завершается, скажем, в таких странах, как Китай там или в некоторых других странах третьего мира. Российская экономика – это все еще индустриальная экономика? Или это уже немножко феодальная экономика? Где мы живем? Что за модель у нас? Вы задаете очень сложный вопрос, Елена Прокупенко. Ну, что делать? Я хотела бы опять немножко увильнуть. Вы дипломат. Я понимаю, почему вас пригласили в ДАОС. Вы дипломат, как и Клаус Шваб. Он же, по большому счету, не экономист, но он хороший организатор и прекрасный дипломат. Позвольте, я в общем скажу. Конечно. Основная цель моего пребывания там, пусть это будет небольшой, но вклад в формирование положительного оплика Российской Федерации на Всемирном экономическом форуме. И мне бы очень хотелось рассказать о том, как комфортно на сегодняшний день жить, развиваться на территории нашей республики и в Российской Федерации. ПРУФы не потребуют от вас? Нашим молодым людям. Я думаю, что ПРУФы, они вполне себе тоже... На месте. На месте, да. Поэтому основная цель такая, Юрий Прокопьевич. На сегодняшний день я действительно верю и в нас, и в нашу экономику. Это я говорю не потому, что мы с вами сидим и я знаю, что это будет потом где-то показываться, чтобы не было никаких цен. Я искренне в это верю. И я просто счастлива жить и работать в Казанском федеральном университете, жить в Казани и представлять такое огромное движение, как научное сообщество нашего университета. Это активисты нашей республики. Я надеюсь, что мне удастся это сделать. Ну что, мне тоже остается только понадеяться, что вам это удастся сделать. И хотелось бы думать, если я ошибаюсь, вы сейчас меня поправите, мы заканчиваем, что ваша беседа и ваши ощущения счастья базируются не только на вере, но и на вполне конкретных знаниях. Да? Да. Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня был единственный шейпер на Всемирном экономическом форуме 2018 года в Давосе, Швейцарии, Лисанна Эльдаровна Арсентьева. Это доцент кафедры экономической методологии, извините, я вынужден обращаться к бумаге, и истории Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Давайте все вместе пожелаем Лисанне Эльдаровне больших успехов. А я на этом. С вами Лисанн. И с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин